Привет, Катэ, с вами Катан, Саня Плей, добро пожаловать в Роблок. Сегодня мы вместе с ютубером Паларом отправимся в какой-то хорик, как он называется? Ливиларед, всем привет. Подписывайтесь на него, ссылка, если что, в описании. Так, ну вот, ну вот, все, мы отправляемся в Чаптер 2. Да, ребята, вот, что мы на двоих отправимся, или тут еще твои подписчики? Да, да, давай на двоих, давай заходи. Блин, а чем меня не отправляет, а все у нас ты пахнуло. Так, озвучку я буду делать, только как кто, представьте, звучит ли по очереди. До сихи вы знаете, я предлагаю, ну, наверное, читать, читать за себя. Вот, смотри, кстати, мы приближаемся куда-то. Какой-то, в каком-то дом, Микол. Так, я смотрю, у нас, у нас тут есть. Там явно кто-то за дверью есть, смотри, у нас такой ракурс сквозь окошко. Сейчас оттуда, наверное, кто-то вылезет, да? Сейчас, походу, какой-то скример будет. Посмотрим, посмотрим. А, нет, это просто какое-то радио. О, нам это радио хочет сказать. Не знаю. Ничего нам радио не хочет сказать, она сразу же селепортируется в группу. И нас телепортирует... А, мы в дверь вошли вот в эту, и нас куда-то телепортировало. Понятно. Где я? Где я сейчас? Так, нам что, вот сюда вот надо? Скорее всего, наверх, я не знаю. А, я не знаю, где я нахожусь, но я должен найти способ покинуть это место. Значит, нам надо найти выход. Ну, пойдем в дом, самое логичное, мне кажется. Ну, да. Может быть, могут какие-то подсказки где-то. Ну, да, значит, нам надо в дом. А у нас есть фонарик? Да, на единичку мы фонарик можем взять. О. А что это такое? Вход в подсчитать. Нажимать, чтобы... Блин, тут все на английском, жалко, то что переведено. Я же... Я могу попробовать привести. Ну, попробуй. Дословно я это перевести не смогу, но суть в том, что с этим местом явно что-то не так. Мне надо что-то с этим делать. Заметка первая. Понятно. Что-то мне кажется, что сейчас какой-нибудь скримак будет. Ну, тут пока что ничего нет. Наш персонаж говорит, все, найдите, найдите какие-то заметки для того, чтобы вы могли выбраться отсюда. Прямо он говорит. Значит, нам надо не домой. Может, на пристани у нас что-то где-то спряталось? Может, мы... Так. Здесь у нас просто какая-то трава рандомная. Синяя. Кстати, прикольная физика. Смотрю, вот если ты ударишь, что он будет качаться. Ага, прикольная. Только по ходу съемка будет чуть-чуть подлагивать. Потому что я тут играю, и у меня даже сейчас, ну, чуть-чуть, чуть-чуть анимация подлагивает, когда я поворачиваюсь, и все такое. Возможно, это из-за того, что у меня, ну... Сейчас, сейчас, берет, иди. Так, смотри, у нас тут есть какая-то сеть. Давай посмотрим, что тут есть или тут ничего нет. Тут пусто? Да, пусто. У нас мы явно... Какое-то место интересно. Что-то на Африку похоже. Тут какие-то деревья мангрового типа, и все. Ну, может, нам надо... Ну, это скорее... Ну, это вообще... Ну, это вообще скорее какие-то джунгли. А, у нас заново все... Все это... Включился, а где я? Нали вперед, мне кажется, вперед, тут больше ничего нет. Тут идем вперед. Ну, это скорее какие-то джунгли в... Ну, да, в Амазонке. Скорее. Может быть, там тоже могут быть какие-то подсказки. Возможно. Ну, посмотрим, что у нас будет. Усики. Шив довольно неплохо восполняется. А, да, кстати, реально быстро. Я не проверю. Прикольно. Это минус достаточно хороший. Так, пойдем. Ну, ну да, прикольное. Тут явно были какие-то военные действия, либо тут явно был какой-то шторм. А судя по тому, что тут кресты из дерева везде, это какая-то вторая мера, это что-то деревья. Ну, да, и здесь, походу, мы пошли в какой-то... На какое-то кладбище, будто мы идем куда-то к кладбищу. Кстати, похоже, да, есть такая темная атмосфера, через 10 лет какие-то поля. Знаешь, мне четко кажется, что сейчас мы дойдем до конца и там... И там нам надо будет сейчас убегать от монстра. Возможно. О, какие-то ворота и осомняк. Который, который... Который как раз в этом лобби вроде кажется, он был. По-моему, в лобби, ну, в другой особняк, смотри, тут есть какая-то... Это, а это вообще лечебница. Да, это азилум, азилум, азилум-то психушка. Ой, я там в окне, там в окне какой-то, какая-то штука. Посмотри в окно, там какая-то штука с ногами на нос. На нос это из ногтеса. Это монстр какой-то, видно, пожирающий людей, либо тут сатамисты живут. Блин, короче, я пошел отсюда, нет, спасибо. Ла-ла-ла. Давай попробуем так найти. Может, скорее всего, до георда по уходу нет. А, тут вообще-то же врачи не. А нас, видишь, экран темнеет, то есть переход такой плавный. Тут у нас... Вот лечебница, тут у нас окна регистрации, если мы хотим сами всех психушку посадить. Ну, пойдем. Блин, а сейчас, а сейчас знаешь, как в фильме... Что за фигня? Звук сзади или сзади... Ой, виги, виги назад, виги назад. А, ё-моё! Куда, а куда бежать? Кто это вообще был? А, это вот тот самый чувачок, который тебе понравился. Ой-ёй-ёй. Блин. Меня убили. Меня окажется, тоже. Я получил ачивку запись 2. А, кстати, скримеры не показали. А, смотри, это так и должно быть. Видишь, мы в каком-то месте. Да, походу, так и должно быть. Эти к нему, это такие. Блин, я уж такое думал, то, что мы тут, мы тут сейчас-таки осматриваемся, и там просто такой скример будет. А тут, а тут одна жизнь или возрождаться можно? Возрождаться, сколько я помню. А... Мы в каком-то кусте, судя по всему. И зеленое что-то. Мы... О, всё, мы заспаливаемся. Уста не было, что длинное было. О, уф, моя голова. Ну, знаешь, эта фраза... Ой. Страшно. Ага. Знаешь, эта фраза чуть напоминает, напоминает, ну... Ты, возможно, и не проходил Бенди и чернильные машины, но и в начале второй главы Бенди и чернильные машины такое было. Не, я бы не проходил. У нас все двери абсолютно закрыты в каждую тыку. Я предлагаю просто вот напрямик идти нафиг. Может, попробуем... Похоже, мне нужен ключ, чтобы разблокировать это. Да, я же говорил, какая-то дверь открывается, поэтому нам надо всё чекать. Я... Давай, я... Ты тогда с этой стороны, я с другой чекаю. Я в эту сторону-то у нас проверил. Вот тут вот, значит, где я? Какую сторону не чекал? Тут, короче, давай разденемся, ты вот эту сторону и вот эту правила. Вот, открыл, открыл, открыл. Смотри, тут ключ у нас лежит на столике. Вот, давай возьмём его, вот он, ключик. Так, я взял, пойдём. Я тоже. Так, ой, надо, чтобы кто-то светил, а кто с ключиком шёл. Давай, я тогда. Давай, чё, ключик ты доставляю? Да. Так, нажмите, чтобы открыть не запертые двери. Всё, погнали дальше. Ой, а тут мы можем открыть. Да, тут уже всё. Чё, заново в двери чекаем? Да. Похуй. Врач, всё хорошо. Ну, пойдём. Вдруг опять что-то будет. Ты справа, если... Блин, ну, знаешь, я сейчас, я сейчас чуть-чуть, ну, да, дорожу, ну, точно, не дорожу просто, просто чуть-чуть трясусь. Чизескейп. Пробежал только что. Чизескейп? Ну, это, крыса. Я, да, знаю, я знаю. Чё? О, кредита. Давай прочитаем. А... Семья, которая недавно перемещалась в изолированный дом, мистически пропала без любых причин. Это исчезновение одной из участников семьи должно быть... Ну, так дальше, там, страницы оборваны, инцидент оставил разделёнными штаты в конфузии. Не было... Репорт, не было сообщено каких-либо доказательств членов без каких-либо трейс или лидер. Короче, они пропали без какой-то причины, штаты в шоке. Ну, и значит, в Америке. Понятно. Блин, капец ты, тружегав, блин, высокий. Ой, там, кажется, что-то сидит. О, смотри, какой я нашёл. Красавчик, смотри, тут стоит. Ну да, я там только что два таких же видел. Мне кажется, что к ним лучше не надо прикасаться. Там всё справа, там всё справа. Да. Нам надо восемь ящиков управления открыть. А что за ящик управления, я не знаю. Ящик управления, это контролбокс, это значит, что-то связано с электропитанием. То есть какие-то рычаги, знаешь, типа генераторы активируют. О, я вон уже один нашёл, ремонтирую один генератор. А-а-а, понял, значит, у него нет. Так, ну вот, там, вот такие вот... Если уйдёшь ещё, можешь оставить один? Я пока что ещё сам, конечно. Вряд ли в этом же коридоре будет, конечно, будет другом. Могично, в примере, был бы. Так, ну я открываю, и тут вроде что-то нету их. Ой. Ой, а кто там? Мне даже интересно. У меня что-то сердце бьётся. Ой-ой-ой. Блин, оно меня убило. Милый мальчик. Ё-ой, это вряд ли какой-то... Знаешь, типа... Нет, я даже не знаю, как этот назывался. Фильм. С таким персонажем, похоже. Такие, знаешь, типа из глины созданный персонаж. По-моему, фильм был такой, но я не помню. Блин, что-то сердце, блин, прям начинает биться. Тут надо вот эту дверь открыть, чтобы бежать друг... А, нельзя её открыть. А давай вот эти двери проверим. Может, тут будет генератор прямо на ходе, конечно, вряд ли, но вдруг... Блин, один... Вот мне теперь стало интересно, как нам от него выживать? Просто бегать, как я понимаю, ещё. Ну, что убить его вряд ли как-то можно будет, а вот бегать от него, мне кажется, достаточно... Как в любой хоррорах, реалистичного. Я нашёл один ящик... Знаешь, а что, если чем он к нам ближе, тем у нас сильнее сердце бьётся, а? О, кстати, я нашёл подарок, и мне дали ачивку, иди сюда, дотронься до подарка, тебе дадут ачивку, любите лакомство. Ну, смотри, сердце, скорее всего, значит, это как наше предчувствие, то, что он рядом, так же, я, кстати, активировал генератор. Знаешь, мне всё так кажется, что вот эти вот касавчики, и к ним нельзя прикасаться, а то они наступают. Нет, нормально можно, они ничего не делают, они ничего не делают, они ничего не делают, они ничего не делают. Так, нам туда лучше не надо. Нет, ну, вот это с лампами достаточно прикольно сделано, особенно первый раз я этого не ожидала, дальше уже как база. Блин, что чувствую, блин, он упал. Что-то ему вообще поплохело. Да, с инвалидного кресла упал. Ну, слушай, нам ещё надо А6 генераторов таких найти, это очень много. Сейчас, секунду. Что-то мне кажется... Ну, я пока что не вижу. Я, вроде, все прочекала, и тут нету. Так, так, лифт нельзя, пока что... А, мы как раз-таки активируем эти генераторы для того, чтобы нам здесь, скорее всего, лифт завести. Ну, наверное, это логично будет. Вот только мне интересно, зачем нам туда? Ну, нам надо сбежать, правда, зачем мы заходились, нам надо сбежать, другого просто, конечно. Ну, ладно. О, вот я нашёл! Есть что-то интересное? Тогда активируй, давай. Ой, он рядом. Я закрою дверь, пожалуй, вдруг он нас не заметит. Так, проверим. Может, ты прав, может, он реально, типа, можно от него прятаться вот в этих дверях, если они открыты. Он тут слева бежит. Около нас, прям пробегая, все, я отойдёт дверь. А, нет, он открыл дверь. Он открыл дверь? Он не открыл, он просто прошёл, судя по всему. Значит, от него нельзя никак прятаться, только убежать. Понятно. Обидно. Знаешь, мне кажется, в упор просто не надо было подходить. А, в упор в двери. Ну, кстати, возможно. Ну, я вроде подальше стоял на ногах двери, но меня тоже убило. Да, там кого-то расстреляли. Ой, блин. Капец. Я от него никак не убедил. А, кстати, это псих больной. Он в этом. В одежде для психов. В псих-костюме. В псих-костюме, который надевают на людей, которые могут агрессивничать, чтобы они никого не убили, не за души и случайно не напали. Капец, пола, пола, ты чё такой жиров высокий? А идём наверх? Ну, надеюсь, это как комплимент моему персонажу в роботе. Блин, знаешь, я думаю, нам лучше не надо нашу стамину тратить. Ну, у персонажа. Ну, потому я, по крайней мере, не... О, ты нашёл? Нет. Вот, открыл, ты открыл, да. Да, вот он, ремонт, я ремонтирую. Я закрываю. Давай фонарки на всякий случай вырубим. Пойдём в следующий, пока время есть, пока мы живы. Он не рядом, я его не слышу. То есть, смотри, если в этом коридоре мы уже починили, значит, в этом же коридор не будет. Может быть, только в следующем отсеке. Но это, по крайней мере, было бы логично. Поэтому я попытаюсь вот этот открыть. Ты пока что открывай. О, я нашёл, реально. Это работает активировать отгенерации. Ты где? Вот тут, вот тут. Прямо в конце. Предлагаю выключить фонарики. Я понимаю, что что-то как появляет, но окей. Он близко. Стоит, закрой дверь. Закрыл дверь, отойди максимально. Осмотрим. Выбивать нет. Мне кажется, он убьёт. Нет, он пробегает. Слушай, нереально, мы близко к двери подошли. Он убежал. Я тут ещё, я тут ещё уколоковать стою и какую-то дверь открываю. А, ну это соседняя, да, вижу вот тут. Ну что, пойдём тогда? Ой. Стой, сейчас он пробежится и не открывай. Мне кажется, то, что всё-таки он реально на свет реагирует. Не, на свет вряд ли. Я согласен, что вы, скорее всего, реально близко к двери подошли. Смотри. Всё, отойди. Вот, да. Он на свет не реагирует. Он непосредственно реагирует на этот, на близость к двери. То есть, если ты вплотную к двери стоишь, он тебя убивает сквозь их сурки. Если далеко, то нет. Он близко? Он, ну, относительно, метров пятьдесят. А, фух. Пойдём. Мы вон там вот ещё один коридор не открыли, скорее всего. Блин, давай не будем бежать. Ну, давай, самим мы поэкономим. Хотя, с другой стороны, мы всё равно от него не спасёмся. Он слишком быстрый. Вот этот мы не открывали. Давай вот тут всё подкрываем. Нет, мы тут вроде были. Да, мы тут были, но вообще странно. Типа, вроде как у них логика с этим коридорами прослеживается. Ну, ладно. Давай в следующий тогда. Мы вот тут не открывали вроде. Да, мы вот тут не открывали. Тариком. А мне починить или тебе показать его, как сделать? А? Не знаю. Ты беги на его звук. Беги на его звук. Он около меня курсирует. Состоянно. Вот сейчас он... Вот я. Давай сюда. Вот тут мы не открыли, и вот он этот. Ящик управления. Вот, видишь, около него есть. Я активирую его пока что. Кстати, мне интересно, а убьёт ли он нас, если... Убьёт в каком случае? Если мы дверь не закроем. А, ну давай проверим. Но я более чем уверен, что он нас убьёт. А ты починил? Да. А, понял. А, получается от него так спасаться можно? Да, типа открываешь дверь, забегаешь. А он за тобой побежал? Нет, он просто убежал куда-то. Я вот тут вот. Так. Я пытаюсь понять, куда нам идти, чтобы найти ещё генераторы. О, здесь мы не были, я не помню этих командов. Мы не были, вот тут. Вон позади нас, единственное. Нам надо как можно быстрее найти и комнату, которую открыть надо. Желательно как можно быстрее пока... А, всё, я нашёл! Нашёл? Да. Он видит. Давай отчини. И там, садится. Так, мне дали ачивку в выход 3. Вход 3. А, вот, позади тебя, да. Позади тебя надпись? Ну, не надпись, записка. Вход 3. Вот тут он. Видишь, фонарик нашу чё? Я? Да, вот я, вот я. Вот за ним. Да, 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 вот ты прям на меня бежишь. А он прям за нами? Он нет, он там форсирует. Хм, вот тут пусто, я вас проверил всё, тут ничего нету. Только я не понимаю, где последний генератор, это восьмой, ё-моё. Ну, погнали, ещё раз. Ой, ой, он прям тут. Он не будет на спам заходить. Ему нельзя. Вот всё, он ушёл отсюда. Теперь нам надо идти просто прямо и в какой-то момент свернуть направо. А-а-а, ё-моё, тут она такого, получается, я пытаюсь понять, примерно, карту этого корпуса, она примерно квадрат и прямоугольник. Есть квадрат относительно большой и прямоугольник. Блин, не беги, пожалуйста, у меня стамина резко закончилась. Вот тут, вот тут, вот эти двери надо подкрывать, вот тут где-то. Может быть, вполне, ну не факт. Вот, да, а, мы тут уже... А, нет, нашёл, нашёл, который мы не чинили. Мы его ставили и не чинили. Да, это как скам такой небольшой, всё. Последний есть, что нам надо делать? Всё, нам, кажется, к лифту надо. Тут до конца бежим, а тут слева лифт, скорее всего, нам надо в этот лифт. Да-да-да, в лифт. Быстрее бей-бей-бей-бей, он за тобой, он за тобой, бей-бей-бей. Лифт захожу, давай, заходи. А, ой, отправься, всё, закрывайся в кухню, успели. О, а, у нас снова это, а, хе-хе-хе, снова двери открывают, и так далее. Что-то это весь автор про, а, найди, способ открыть следующий лифт, и сейчас абсолютно любой способ. Короче, у нас есть какой-то способ для открытия... Что-то здесь, по-моему, опять как будет, как... Тут, тут что-то упал какой-то труппейшн. Кажется, псих какой-то напоминает мне SCP-096. Вот, вот трупп упал, я думаю, где-то трупп пошёл. По-моему, он шевелится, это, по-моему, ну, напоминает мне скромненько SCP-096. Но если бы мы на него посмотрели бы, нас бы уже не было бы. Ну, да, он потому что спокойно стены проламывает. О, давай, давай, у нас новая записочка. Не совсем скучно перевести, но тут в том, что появились какие-то доказательства, которые могут сопоставить пазл этого дела о пропаже семьи. Они только что были здесь, я никогда не видел, я никогда не знал, что они пропали. После того, как мы гуляли около ворот, я никогда не скажу ему снова. Ну, не совсем понимаю, но, судя по всему, короче, они пропали незаметно, но уже некоторые доказательства появились, которые помогут раскрыть это дело. Как я это понимаю. И тут еще одна. Во, во-первых, тут ключ. Бери ключик. И тут есть у нас еще одна вырезка. Нам сказали, ну, игра только сказала, что надо прочитать газеты. Те, кто знал члена, ну, члена семьи, которые пропали, забирают, что один из детей показал, дал знак о странном происшествии в, ну, в классе школьном. Это описание как... Ой, только у тебя небольшой сейчас, твойный звук я сниму. Ну, не знаю, может, не любую. Это описание как являются, они опасаются и беспокоятся о том, что что-то никогда... Ну, тут, в принципе, ничего особого нету для игры, но тут именно, как по сюжету написано, как бы, вот семья пропала, и ребенок дал какое-то доказательство к этому делу. Может быть, я попробую ее на некоторых дверях или убежу что-нибудь. Смотри, смотри, дверь. Даль сюда. Работать нет. Нет. А вот сюда. А вот сюда, вот сюда, вот в эту дверь. Привет. Да. О, е-мое. Много. Ой, и тут еще одна записка. Давай возьмем номер. Одно, я думаю, мне дали вход 4. Более записку. Походу, здесь какая-то глава. Головоломка. Головоломка, покажи головоломку. Я люблю головоломки. А, ну, это максимально простое. Тут, короче, ты нажимаешь. Активно, а как ты на них? А вот. Наводишься кликер, смотри, нам на просто соедините провода так, чтобы они все были зеленые. А, надо... А, не совсем правильно мы делаем это. А ты не скажешь, что я сейчас не могу нажимать. Кстати. Я тоже. Подожди. А мы правильно решили, судя по всему. Да, они больше не нажимаются. Скорее всего, эта глава ломка немножко лаганула, потому что, смотри. Можешь подойти? Потому что эти линии мы должны были сопоставить как бы ровно. То есть вот этот квадратик с этим, этот с этим, этот с этим, этот с этим. Ну, а как мы видим, она куда-то поплыла. Ну, тем менее, она у нас пройдена, скорее всего. Сейчас мы проверим. Если пройдена, то ее как-то доделаем. Да, она пройдена, но у нас лифт открылся. Пойдем. Она поплывала. Так, заходим и нажимаем отправиться. Спустись, а надо спуститься здесь. А, спуститься? Ну, окей. Так, ну все, я спустился. Так, у нас бронированные двери уже. А, найти... О! Найдите способ открыть выход. Найдя исходный код, возможно, он есть в одной из этих комнат. А как нам эти комнаты открыть? Нам надо исходный код от чего-то. Непонятно, от чего и для чего. И тут есть монстр. Тут есть монстр, точно я знаю. Ну, потому что слышу его. А, понял. Короче, смотри. Тут какие-то из этих дверей будут открыты. Да, это скромник реально какой-то, слушайте. Тут какая-то из этих дверей будет открыта. Нам надо просто найти эту открытую дверь. И в нее зайти, потому что мы ее открыть не можем. Их. А, вот открытая дверь. А. А, понял. Короче, есть двери, скам. Типа так не подходишь, они закрываются. Ты тоже ее там находила? Нет. Что-то, что-то она в два раза хлопнула. Ой, ну там кто-то бегает. Аккуратнее быть. Там кто-то бегает. О, а что тут? Тут у нас просто листовки какие-то ненужные. О, побыстрее можно. Ну, все. Друбы протекают. Старая, видно, психушка. Осторожно, она в этом месте где-то как раз бегает. Она вон там вот, левее, левее, левее. Похоже, напоминает мне эту самагу. Ой. Она вот тут слева где-то. Она слева, да. Да, она придет на слева по звуку. Она сквозь текстурки сейчас на нас идет. Тут у нас сейчас сквозь текстурки на нас шла. У меня похинулость. Это тупик. Да, москвы макуле очень громкие. Это вообще капец. Хороший, скример хороший. Мне понравился. Так, что, заново ищем проход. Так, сейчас. Блин, это капец. И получается, эта глава у нас закончится на том, что мы избежим из этой психушки долбаной. Ну, слушай, мы сначала вообще где-то на полистине оказались. Потом мы подошли к психушке. Значит, у нас должно быть еще какое-то место. У нас справа. Но нам надо просто найти открытую дверь. В принципе, не таково, что сильно раз... О, я нашел, куда код вводить. Теперь осталось узнать, какой код. А где ты тут код увидел-то? Здесь просто свечки. Так нет, не свечки. Вот, вход в дверь. А подбирать не варик? Потому что тут 9999 вариаций будет? А нет, больше. 10 тысяч вариаций будет. Потому что 0999 еще одна вариация. Но поэтому я предлагаю искать. Подбор это будет бесконечности. Так, ну что-то тут пусто вообще. Мне почему-то код кажется, он начинается либо на девятку, либо на двойку, либо на семерку. Либо на тройку. Либо на любое число. Ну, тогда да, тогда 100%. Можно угадать. Пойдем вниз и налево, потому что у нас больше вариаций нет, вся дверь закрыта. Была одна дверь открыта, а мы подошли к ней, она закрылась, потому что это как скример, типа. Типа хотел сюда идти, типа нельзя. Так, надо запомнить то, что у нас сзади. Ну, шкаф есть. А, шкаф. Это у нас вот этот самый вход. Пойдем направо, слушай. Так мы выходим туда и шли. А, слушай, реально, она будет охранить дверь. Бежим! Она на спине не должна у нас есть. Вот тут она не должна убивать нас. Да, все. Видишь? Ну, беги шла. Убегала. Вот, короче, она вот дальше вот этой зоны, вот где я вот тут я хожу, не может пройти. Неверно, 11. Ход. Неверен. А для чего этот треугольник? Квадрат, кружок, ромб. Просто для упрошения. Что еще можно? Количество сторон. Ну, у круга их либо нету, либо их бесконечное количество сторон, если с точки диаметра вести. 3,4 на 4. Ну, я честно не знаю, если это не связано с этими, то 3,4 на 4. Ну, а если 3,4, 3,4 получает 4, то нет, неверен. Да и ищем. Тогда моя гипотеза не работает, обидно. А зачем тогда они нарисовали треугольник, кружок, квадрат и кружок? В чем прикол? Не знаю, возможно, оно нужно... Я просто уже... А, типа последовательность. Кстати, да, там же могут цифры быть и последовательность. Словно там один и сверху кружок нарисован. То есть на месте кружка надо единиц. Такое тоже может быть, да. Да, ты прав. Только единственное, что мне случается, я уже четвертый круг по этому зданию наворачиваю, тут ничего нет. Давай себе дозовием. Тут нет открытых дверей. Была открытая дверь одна, но это скамбул. То есть она закрылась, тут мы подошли. Открыть дверь мы сами не можем, она должна быть изначально открытой. Нам нужна какая-нибудь монтировка, хотя это бы тоже не помогло, наверное. Да, это такие бункерные двери. Она где-то рядом. Да, она совсем рядом. Она сзади? Не знаю. О! Треугольник, квадрат, круг. Тут есть какая-то, это, ход. Ой. Доброе утро. А мы тут попачки. Комната с игрушками. А тут есть ход у вас? Пирамидка. Пепер была здесь. Пепер была здесь. Там написано. Я должен поискать здесь, может игрушки являются ключом. А как игрушки являются? Треугольник. Сейчас, закрой дверь. Подожди, надо понять. Во, стоп. Круг. А, дошло, 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 дошло. Надо посчитать количество кубов в комнате, количество кругов и количество треугольников и пирамид в комнате. Да. Только я не знаю. Давай-ка я треугольники посчитаю. Подожди. Надо именно треугольники считать или надо всё абсолютно считать? Если треугольники, то мы считаем пирамиды тогда. Раз, получается два. Треугольник. Три. Верху, тире пять. Три, тире пять треугольников. Надо написать. Я сейчас напишу. Три, тире, пять. Тут ещё одна комната открывается. Ещё одна комната? А что нет? Так, ну здесь только записка. Записка. Да. Не доверяйте никому. Может, там что-то написано про код? Нет, там про код ничего не написано. Там, типа, просто как заметочка. Нет, слушай, реально, вот тут игрушки чисто являются ключом. Да. Три, тире пять треугольников. У тебя помните, сколько у нас кубов в комнате? Блин, интересно, мяч тоже считается? Два куба, по идее. Раз, куб я вижу. Два. Что-то он где-то рядом. Всё, куба больше нет. Два, два. Два квадрата. А теперь нам надо окружности были, треугольники. Подожди, треугольники окружности и ромбы. А, понял, 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 понял. Смотри, у нас два. Да, понял, всё, до меня дошло. У нас два ромба. Два ромба. Вот этот синий, это не треугольник, это ржером. Ааа. И два. У нас два ромба. Два ромба. Три треугольника. Три треугольника, вот эти верхние, которые треугольнички стоят. Три треугольника. Я не знаю, правда, как считать вот это, Тикачу, как кружки, треугольники. Нет, наверное, всё-таки нет, не считается, Тикачу, это не считается. Но я тоже думаю, что не считается. И теперь нам необходимо почитать последнее, это у нас... Так, раз пирамида, два пирамида, три пирамида, блин, а где... А где, а где, а где ты тут ещё 4, 5 увидел? Это я ошибся, я ромба посчитал ещё только три пирамиды. И теперь круги, смотри, круги у нас... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четыре, пять, шесть, шесть, всё, вот тут две на полке, раз, два, дальше, две, три, четыре. А мячик считается, да, мячик считается, вот это шестое, шесть. Всего шесть, всё, пойдём. Да, ну, получается, 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 три, три, два, два, шесть. Сейчас посмотрим, давай, пойдём. Можно, в принципе, умереть, можно дойти. Пойдём. Ну, хотя ладно. Как повезёт. Можно я ход веду только, а то ты водил тогда. Ну, давай. Спасибо. Сейчас мы скоро дойдём, уже чуть-чуть тут осталось, вот тут за поворотом. И нет, да. Блин, у тебя память капец, конечно, я тут нифига не помню, и ты такой просто бродишь, бродишь и знаешь, что, где, куда, нафиг, на лабиринты. Ты хорошо очень вспоминаю, у меня, я прям быстро очень, у меня сам лабиринты. Так, давай смотреть. Я светить буду. У нас треугольников было три штуки, три штуки треугольников. Квадратов у нас было два. Три, два, два, шесть. Три, два, шесть окружностей. Ой, три, два, шесть, два. И ромбов у нас было сколько? Три, два, 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 два. Три, два, шесть, два. Да, правильно, погнали. Вперёд. И тут у нас должен быть ключ, который активирует лип, что ли? Подвал, подвал. Сейчас найдём каких-нибудь детей в подвале. Плохое предчувствие по этому поводу. Ага, сейчас детей в подвале найдём, которые вообще одичали. Ой, кажется, вот это вот, вот это вот существо сейчас активируется и будет, и будет по отелю нас искать. Кстати, возможно, и написано, мы завершили главу вторую, часть первую, то есть глава 2, часть 1 завершена. А вот как раз это существо, походу. Оно, походу, на нашем, в этом подвале будет, в котором мы зашли. Нет, я понимаю, это то, что сейчас происходит. Скорее всего, оно сейчас, наверное, проснётся, либо ничего не произойдёт. Либо мы сейчас, возможно, отсюда выбежим. Так, сфере, из подвала. Логично. Или сейчас монстр, какой-то скримак от монстра будет. Я слышу то, что... А, всё. А-а-а, нет, нифига, смотри. Чаптер 2, парт 2, вот вторая часть. Вот вторая часть. Но она будет такая же. Так, ну что ж, коты, если вам понравилось это видео, сейчас у вас появятся ещё другие видео. Можете посмотреть их. Ну, а я надеюсь, вам понравилось. Эм, 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 не забывайте подписываться на мой канал и на Полара. Обязательно подпишитесь. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok